Всем привет! Сегодня поговорим про прекрасную тему «Как сделать так, чтобы дети рождались с большим количеством любви?» Такой вопрос, который, конечно, немножко уходит в теологию, в подумать, но в целом сейчас наука дошла до того, что гормон любви, как его называют, окситоцин, на самом деле это больше гормон связи, он формирует личность, и то, какой высокий или низкий уровень окситоцина базовый закладывается именно в родах. Это не какая-то теория, это реально, научно доказанные вещи, и это все оказывает влияние на всю дальнейшую жизнь человека, то, какой у него изначально базовый уровень гормона окситоцина в крови, который к нему поступил через плаценту. Поэтому очень важно эту тему изучить заранее. Мы об этой теме будем говорить на курсах, и тема вообще этого гормона, она у нас будет сквозняком через все занятия проходить. Мы будем учиться с вами не только тем вещам, которые способствуют выделению этого гормона, но и будем сами создавать с вами такие моменты для того, чтобы повышать в себе уровень окситоцина. Итак, я хочу сегодня рассказать вам вообще в принципе про этот гормон, как он вообще у нас вырабатывается, и что способствует его появлению. Начнем с того, что это не просто гормон, это нейромедиатор, и поэтому искусственный окситоцин, который вкалывают в роддоме, он абсолютно ни в какое сравнение не идет с естественным гормоном, который вырабатывается у вас. Это совершенно два разных гормона, не имеющие общее только название. А их функционал абсолютно разный, поэтому искусственный окситоцин он не может заменить естественный окситоцин, который вырабатывается в компоненте гормонального коктейля, тогда, когда женщина находится в родах. Так вот, научно доказано, что люди, у которых при рождении очень низкий уровень гормона окситоцина, чаще всего страдают болезнями аутоиммунного спектра. Что это значит? Это значит, что если при рождении у ребенка очень низкий уровень гормона окситоцина, то его повышать будет очень сложно. У мальчиков практически невозможно. У них вот он не накапливается, а тот, который изначально есть, вот такой и есть. Но девочки могут в процессе своей жизни этот уровень гормона повышать. Именно базово нарастать он будет. Поэтому сейчас я хочу рассказать вам о том, какие ваши действия помогут в себе накопить этот окситоцин и помогут роды прийти с высоким уровнем этого гормона. Это гормон связи. Поэтому любые ваши взаимоотношения с мужем, со старшими детьми, с подругами, объятия, посиделки, поддержка друг друга, занятия любовью с мужем, просто проведение приятного времени вместе с друзьями. Это все позволяет вырабатываться этому гормону именно как нейромедиатору. Но все вот эти события, которые у вас происходят в процессе жизни, ни в какое сравнение не идут с тем уровнем, который вы получите во время родов. Это максимально возможный уровень гормона окситоцина, который бывает у женщины, именно при рождении ребенка. Все то счастье, весь тот окситоцин, который вы испытывали до этого, это все умножается стократно. Поэтому, переживая естественный процесс родов, не стимулированный, именно при роде то, как это заложено, это все поступает и ребенку. Через кровь приходит в плаценту, поступает к ребенку. И это все формирует его изначальный уровень. И это очень важно, потому что гормон окситоцин, он влияет на проявление эмпатии, на умение любить, на умение сопереживать. Это все у нас включается, в том числе, по действиям этого гормона. Так вот, этот гормон, он, конечно, вырабатывается у нас не один, не в одиночку стимулирует роды, а он вырабатывается в комплекте с еще рядом гормонов, которые помогают маме и малышу в процессе родов. Поэтому, чтобы этот уровень гормона в родах только нарастал, а не снижался, важно соблюдать несколько таких очень простых пунктов, казалось бы. Это чтобы было в том помещении, где находится мама, чтобы было тепло, темно, тихо и безопасно. Ну, тепло, понятно, очень легко, да, закутаться в одеялко или просто в теплом помещении находиться, да, безопасно, чтобы никто не отвлекал, чтобы мама чувствовала себя комфортно, чтобы было тихо, чтобы к маме не лезли с разными вопросами, предложениями и так далее. Все эти пункты, они будут способствовать увеличению этого гормона в родах, и это поможет вашему малышу родиться с большим запасом этого гормона, гормона любви, гормона привязанности, гормона, который поможет вашему малышу в дальнейшем быть более чутким, более эмпатичным. Поэтому я за то, чтобы в нашем мире просто было больше любви. Я думаю, что вы как раз сейчас, в такие времена, согласитесь со мной, что это очень важно, чтобы наши дети рождались с большим количеством любви.